Единственный в мире прибор, который работает на уровне ионного обмена веществ. То есть вот задача какая. Убрать плотность мембраны. То есть по-русски говорят, что делать? Жимает-разжимает. Жимает-разжимает клетки. Благодаря чему мембрана снова стала эластичной. Это понятно? А теперь представьте. Вот мы взбаламутили всю эту грязь и при помощи аппарата грязь подняли. Как вы считаете, что с ней должно произойти потом? После занятия? А вывести ее. Вывести. Как? Через лимфосистему. А что для этого нужно? Воды. Вода. У лимфосистемы у нее нету мотора. Она сама по себе это все не выглядит. Массажист нужен. Массажист для нее нужен. Согласна. Массажист тоже имеет место быть. Но опять же, если у человека крыжей протрузии или гипертонии подлезть, ему массаж противопоказан. Поэтому мы с вами делаем. Я тоже ее массажист. Протрузии делают массаж. Да дай бог. Опять же, смотря какой. К сожалению, бывает такое, что некоторым людям массаж тоже противопоказан отказывает. Или у человека появляется в бассейне, у него резко начинает повышаться давление. Поэтому человек часто начинает этого массажа бояться или ему начинает не доверять. Есть такое? Да. Поэтому здесь и придумали вот такой прибор, который будет комплексно работать над всем организмом. Первая его функция какая? Как я сказала, он поднимает грязь и делает мембрану эластичной. Причем аппарату все равно, на какие клетки воздействует. Он воздействует на все клетки. Поэтому те клетки, которые обновились первыми, соответственно, в этой области вы и получите результат. А какой аппарат есть? То, на котором мы сейчас подключим. Вот этот? Ну а какому мы занимаемся? За кем? То, на котором мы занимаемся, а то мы говорим. Да? Называется пульс-он. Да, это новая версия аппарата пульс-он. Розовые модели, это старые версии импульс-он. Да? То есть, по-другому говоря, вот мы убрали вот эту плотность, мембрана снова стала эластичной, а аппарат, соответственно, вот эту грязь из организма поднимает. Чтобы, соответственно, эта грязь из организма вышла, надо пить водичку, чтобы грязь из организма вышла. Соответственно, если, допустим, у человека забит кишечник, будет это все выходить? Нет, конечно. Если забудет, но очень. Очень. Обратите внимание, мы оставим в первый день накладку, называется дофордоминальная. Она как раз стимулирует все органы брюшной полости и запускает их работу. Поэтому все колоизолалы, которые там есть, это все будет выходить. Также может, например, проявить себя ночеколовая система. Все, что там скопилось, то же мычевого пузыря застой, в кочках. Это тоже все будет выходить. Хорошая реакция? Да. Хорошая. Может повысится покривость. Было у кого-то такое, кстати, есть? Потели? Конечно. Да, у меня было. Вот, вспоминайте, русская баня. Для чего она нам с вами нужна? Это лучшая профилактика онкологии. Потому что как раз при помощи бани мы грязь как раз из организма уходим. То же самое происходит и здесь. То есть организм в первую очередь избавляется от грязи. И самое главное, что он делает, это восстанавливать вот эту проводимость. Это первая уникальность как раз аппарата. Такого прибора есть всего лишь только два прибора, которые восстанавливают проводимость. Это вот этот как раз аппарат и Аймон. Кто-нибудь проходил Аймон когда-нибудь? Вот. То же самое, в Аймоне точно такая же функция. Так вот, здесь, соответственно, у нас в аппарате встроено три режима на панели управления. Вот они здесь представлены. Режим М1, М2 и М3. Если брать старую версию аппарата, это режим А, В, Ц. Первое как раз, что мы делаем на А-режиме. Вспоминайте, сколько у вас аппарата, что восстанавливаем. Я поднимаю. Я поднимаю. Аднимаю. Я поднимаю. Я поднимаю. Восстанавливаю. Как понять, что у вас восстановилась нервная система? При помощи накладки стопы. Большинство людей, когда приходит первый день, накладку стопы чувствуют звук табора. Ты есть такое? Ну, вообще практически не чувствую. Ничего не чувствую. Блокальная проводимость. Вот. А когда мы дальше ходим по Аймон, я эту волну выше поднимается? Да. Да. Это о чем говорит? Проводимость повысилась. Да, восстановление проводимости. Электропроводимость нервной системы увеличилась, да? Восстановление, да. Нервные клетки, понятное дело, не восстанавливаются. Именно восстанавливается вот эта проводимость, да? А миелиновая оболочка нервов восстанавливается? Очень плохо, но восстанавливается. У меня здесь человек занимается с деменцией. Вот как раз вы правильную вещь отметили. Вот этот аксон, он имеет как раз вот эти белковые и миелиновые оболочки, да? Наша с вами задача, вот эти оболочки, беречь как единицу ока. Но у некоторых людей есть плохие обменные процессы, если не усваивается белок, к примеру, да? Если у человека серьезные гормональные нарушения, то многие заболевания страшные, такие вот как гемерзи, вот как раз, альфеймер. То есть представьте, да, человек теряет свои личные собственные качества. Это как раз связано с тем, что идет именно потеря вот этих миелиновых оболочек. Первое, причем это происходит не сразу. Сначала все начинается с рассеянного склероза. То есть сталкивался с таким умением. Ну, когда потеря памяти, да? Да, это как раз вот первое, когда человек ухудшается память. Или в некоторых случаях, например, то рука не имеет, то нога. Соответственно, здесь, понятное дело, белковые и миелиновые, они восстанавливаются очень плохо. Для этого надо, во-первых, очень долго заниматься. Во-вторых, возрастной фактор тоже имеет им место быть. Но самое главное, уникальность аппарата, то, что он может хотя бы процесс вот этот приостановить, чтобы не было ухудшений. Что тоже, согласитесь, очень важный показатель, да? То есть что мы здесь как раз делаем? Мы восстановили нервные сигналы и восстановили обменные процессы. Вообще, как вы считаете, надо органы почистить? Конечно. Для чего? Ну, не надо, чтобы жить больше. Чтобы жить больше. Конечно. Потому что основная как раз наша индиница – это иммунитет. То есть когда мы занимаемся при помощи накладки дозы, мы именно стимулируем работу иммунитета. Наши 70% лифт вузов у нас где? Кишечники. Да. Поэтому мы надеваем вот эту накладку дозы. Она как раз что делает? Во-первых, все, что там скопилось, будет выходить. Тепло, кстати, чувствуете, когда накладкой занимаетесь? Да. Для чего это тепло нужно? Боец, его, кстати, ни в коем случае не надо. Это не то тепло, которое мы варим в улице, да? Это именно инфракрасное тепло. Кто-нибудь проходил данная процедура именно в инфракрасном кабине? Да. Супер. Супер. Вот здесь как раз встроено точно такое же тепло. Оно именно организму дает правильную температуру тела. В связи с нашими погодными условиями в России, в связи с слабым кровообращением или гипотинамией, эта температура тела у нас с вами начинает падать. Когда температура тела падает, у нас образуется из-за этого у женщин. Клисты появляются, геомы, папилломы, бородаки появляются. У мужчин это аденома, простатит тоже из-за этого происходит. И самое главное, происходит жировой гипотоз внутри его органа. Есть у кого-нибудь такая проблема? Ну, жировой гипотоз печени. У меня часто походы в туалет, куда он бежит? К урологу. А уролог что скажет? Да все в общем нормально. Походы в туалет. Я подумал, что это с простатой связано. А кто его знает? У меня хронический простатит был. У меня такой диагноз был. Может быть, и с этим связано? Вот мне надо уйти простатой, чтобы выяснить. А теперь, кстати, вот эта какая-то жирная шубка начинает домить на мочевую грузы, и человек из-за этого мучается погодами в туалет. Поэтому здесь занимательный аппарат, мы чем занимаемся? Именно вытапливаем этого эксоциального жира. То есть, когда в организму появляется правильная температура тела, он будет избавляться. Вот представьте, вот пришло лето, мы шубу снимаем, снимаем, да, то же самое и делает наш организм. Это как раз то, что мы делаем, как правило, на токсе, занимаясь на А-режиме. Но у каждого из вас будет восстановление по-своему. Те, кто у нас молодое население, они восстанавливаются быстрее. Пожилое население, понятное дело, будет восстанавливаться дольше. А также все зависит от того, какая у вас степень нарушения, и как давно проблема сидит. Чем дольше проблема сидит, тем, понятное дело, дольше она будет восстанавливаться. На ток, когда вы будете получать результат, от бед, мы будем поговорить завтра. Здесь пока понятно, потому что вот этот кусок пока понятен. Дальше леем. Вот мы почистили организм, удалили висцеральный жир. Кстати, в спортзале, а вы будете висцеральный жир удалить? Нет. Тяжело, конечно, дается. Очень тяжело. То есть согнать тот же аддоминальный жир мы можем, а висцеральный ген. Поэтому мы переходим на следующий режим. Режим М2, если брать новые версии аппарата. Режим ВС, старые версии аппарата. Здесь мы как раз работаем, во-первых, над всеми мышцами. Причем вторая уникальность аппарата тем, что он работает не только на наружные мышцы, но и на гладкие мышцы. То есть кубиков, понятное дело, здесь ни у кого не будет, да? Но, по крайней мере, все мышцы будут работать правильно. Они приходят именно в тонус. Почему у нескольких людей бывают особенно проблемы с ногами? У большинства людей эта проблема имеется. Какие обычно у нас проблемы с ногами бывают? Орголос. Ой, сколько всего, прям даже страшно. Обычно, первое, с чем мы сталкиваемся сначала, значит, отекают ноги, тяжесть с ногами бывает. Есть такое? Да. Причем даже у молодого селения тоже, потому что мало двигаемся. И лифы где начинается ставиться? Нага. Потому что это та ткань, которая двигается именно как? Снизу вверх. Да? Еще какие у нас проблемы с ногами бывают? Брикос. Бывает? Да. Брикос, судороги, да? А не менее. А не менее, но. Полинейропатия. Да, совершенно верно. Причем, как это часто бывает, все наши мышцы, они все связаны между собой. Например, мышцы стопы, они будут, соответственно, работать в купе с мышцами голени. Мышцы голени уже будут подниматься к мышцам бедра. А мышцы бедра будут куда крепиться? К близничным мышцам. Если у человека болят пальчики, ну, как мы обычно лечимся. С пальцев ног. С пальцев ног. С пальцев ног. С пальцев, пальцев ног. Да, мы получаем временное облегчение. А работать надо с чем? С выясните, с позвоночником. Вот так, поэтому на Востоке это и говорят, что если у вас проблемы с позвоночником, значит, вы больны здесь. Да, опять же, какие проблемы с позвоночником у нас бывают? Грыжи, протрузии, смещение позвонков, срушение спинномозгового канала. Поэтому у вас еще в программе будет включаться процедура здорового спина, которая будет именно расслаблять и укреплять мышцы позвоночника. Тоже чуть позже мы еще об этом поговорим. Да? Сегодня мы подключили наградку стопа. Чего она делает как раз? В первую очередь она поднимает мышцу, поэтому у человека поднимается легкая слога. Да, те, кто по обниме такой, первая глава, легкая появилась. Второе, что она делает как раз? На В режиме мы работаем с мышцами, поэтому мышца начинает правильно сокращаться. То есть этот режим полноценного тренажерного зала. 30 минут занятия на тренажере, заменять вам 12 км правильной хорьбы, 2 часа работы в спортзале или 3 часа плавной в бассейне. Здорово? Здорово. Почему вы не чувствуете такой сильной усталости, потому что мышца работает именно так, как им и положено? Анатомически. И на этом же режиме мы восстанавливаем как раз сердечно-сосудистую систему. То есть здесь как раз правильно циркулирует кровь в организме, да? Мышцы и сосуды приходят в тонус. А те мышцы, которые были спазмированы, они начинают правильно уже расслабляться и восстанавливаться. На этом же режиме есть программа на жиросжигание. Кстати, помимо режима в аппарате еще и встроено 25 программ. Каждый из них воздействует на тот или иной тип ткани. То есть на А режиме 10, на В 10. Например, если включаю, допустим, В режим 15, это как раз программа на жиросжигание. Есть такие, кто похудеть и хочет? Да. Да, очень хочется. Вот как раз он на что направлен точно? На именно удаление жира. Вот это накладка кросса. Да? Причем часто бывает выдел с курзар. В курзаре подъем целый час уменьшается, допустим, бедра уменьшаются, грудь уменьшается, особенно у женщин, руки уменьшаются, а в живот зараза все равно остается. Есть такое? Есть. Почему? Бесцеральный жир. Не только. Дело в том, что наши программинцы так эволюционно устроят. Он всегда запасает жиры на черной деятельности. Поэтому они запасаются здесь вот так часто. Или запасаются в виде гликогена в печени. Поэтому у нас сейчас так много увеличилось с диабетиком. Эволюция же не знала, что сейчас появится куча продуктов в супермаркете, которые 80% из которых содержат чистый сад. Поэтому здесь на режиме В уже идет активная работа всех мышц, правильная работа сосудов опять же, нормальное кровоснабжение идет по всему организму. И здесь уже организм потихонечку худеет и принимает ту форму, как положено. Причем здесь именно идет правильное похудение. То есть сначала уходит лишний объем и лишняя жидкость, а потом уже идет именно работа с жировыми петками. 5 сегментов вам нужно, что ли? Вот. На каком режиме занимаемся? На правом. Только на А. Видите? Так вот, как мы здесь опять же худеем? Здесь еще, как я сказала, восстанавливаются обмены в процессе. То есть клетки начинают быстрее обновляться. Восстанавливаются функции щитовидней железы. А щитовидная она что контролирует? Работа под шеволочкой на почечках, плоды гормонов, да? Почему у некоторых мужчин, у которых слабый щитовид, это край потенцией, да? Потому что вот здесь вот у некоторых людей образуется дивкусное образование. Причем зачастую это образуется из-за шейного тела, из-за скопления солей. А мы что лечим сейчас в больнице? То, что болит, как говорится, то не лечим, да? Поэтому здесь мы именно восстанавливаем функцию щитовидной и даем правильный ей кровоток. Говоря о чему, начинается правильная работа над почечником. Нам уже выделяется гормон такой, называется кортизон. Всем о нем слышали, волшебный гормон. Он выделяет хермет липазу, а она уже расщитает жировые клетки. Поэтому здесь человек будет худеть правильно. Они, как-то у нас бывают, похудели в спортзале немножко, подышали над шоколадом, и весь этот провернулся снова, да? Но это неправильная работа гормона. Здесь она потихонечку уже начинает восстанавливаться. Но это еще не все. Последний режим – это режим R3. Если брать новую версию аппарата. Старая версия аппарата – это режим C. Он восстанавливает именно космосуставную ткань. Это как раз для тех, у кого артроз беспокоит, артрит, кривые пальцы на ногах, шпоры вот этих на ногах. Вот этот плавник на ногах постоянно людей беспокоит, из-за которого трудно подобрать ум. И это все вследствие того, что клетки костей не усвоят кальций. Кошмарной стюльфит в позвоночнике, или вот на предсуставе тоже некоторых людей, образуются параллельно стюльфиты. И человеку уже труднее руками шевелить, и он постоянно чувствует хруст. Поэтому здесь, как раз режим C, он и направлен на восстановление костно-хрещевой ткани. Тоже о нем я буду рассказывать завтра, если будет интересно. Ну, в общем, как вы считаете, когда надо заниматься своими дорогами? Сейчас. Как родиться, как и надо. Ну, знаете, что самое забавное? Вот некоторые люди здесь нашли решение своей проблемы, но все равно почему-то не принимают решение собой заниматься. Вот у вас сегодня третий день, самый важный день, день принятия решений. Скажите, а у нас готовы предоставить шанс, чтобы вы показали, какие результаты вы здесь получите? Как это будет? Что это будет? Что это будет? Вот у вас сегодня есть куратор, будет сегодня диагностика, по этой диагностике вам распишут программу, как дальше ходить по облигнему. Готовы будете предоставить шанс? Так, а вы? Да. Тоже так. Ну, а как это бывает? Ой, не сейчас, как-нибудь потом. Как вы думаете, те люди, которые решают заниматься потом, они потом занимаются своими здоровыми? Занимаются. Да, где потом? Я тоже решила, что вы не хотите, потом увидели, пошла, и сейчас не жили и не вибраю. А лучше бы, конечно, начали заниматься раньше. Результаты были бы нам умные, да? Я жена и занималась, и... А, ну, тем более, у вас хотя бы айна была. Чем отличается айна от этого аппарата, тем, что тут отсутствует режим С, на восстановлении ключевой ткани, как раз. Поэтому плюс, те, кто занимался на айне, они все равно занимаются зумой и системой. А тут есть куратор, забота какая-то хотя бы, да? Система. Там есть система, где результат. Некоторые люди, кстати... Процедурочек хороший. Да, некоторые люди, кстати, занимаются психориат родственников. Сначала как они делают? Получают результаты сами, а потом уже, соответственно, приходят родственникам. Как вы считаете, это правильная позиция? Ну, вообще, да. Ну да, кто вообще должен нести ответственность за свое здоровье? Сама. Сама. Кто у нас как говорят, о, я должен с женой там посоветоваться, с мужем посоветоваться? Они, конечно, бывают иногда, отговаривают не потому, что они плохие, а потому, что они здесь не были, не знают, о чем идет речь. Поэтому первый месяц сначала человек ходит, занимается сам. Если ему все нравится, и результат уже, эффект есть, то он дальше продолжает заниматься уже на постоянной основе. Вот те, кто по абонементу ходят, скажите, доверие сразу пришло или все-таки со временем? Со временем. Со временем, да? Поэтому в первую очередь доверяем своему оператору, пьем воду, соблюдаем программу и будем в свое здоровье. Раз в неделю человек найдет свое время на здоровье? Сво время на здоровье. Раз в неделю в голову? Да, на два, два, три раза. Ну, как считаете, раз в неделю вы реально на эти время? Да. Да? Да, и говоря, как? Если есть желание, мы ищем возможность. Если нет желания, ищем всегда причины отговора. Поэтому, чтобы не заниматься своим здоровьем потом, бежим к своим операторам, они вам скажут, что делать. Сейчас закончим, все будет. Вот самое главное, это счастье, это оператор. Спасибо, спасибо. Спасибо.